О нём говорили, он должен был родиться в США и стать звездой Голливуда. Защищайся! Но и в Советском Союзе Александр Абдулов стал знаменитостью первой величины и женился на самой красивой киноактрисе страны. Пару Абдулов-Алфёрова сравнивали с Аленом Долоном и Роми Шнайдер. О, звёздная пара, там такое, красавцы, образец советской мечты. Но как на самом деле жилось в браке с первым красавцем страны? Женщин была тьма-тьмущая, и они как мухи на мёд. Чем закончился роман Александра Абдулова с американской шпионкой и как он отбил невесту у французского миллионера? Я жила с вашим мужем, и я сейчас расскажу, как это было. Тайная страсть Абдулова. Куда исчезли огромные гонорары великого актёра? Это я играю тут, я увидела его в совершенно уже ненормальном состоянии человека. И роман с разницей в 20 лет. Как артист встретил свою последнюю любовь? Худите все. Кроме принцессы. Эта женщина всегда приезжает на Ваганьковское кладбище за несколько дней до дня рождения Александра Абдулова. Голокольный звонок хорошо. Такой день сегодня праздничный. Ну, что, дух мятежный, конечно, дух мятежный. Лариса Штейнман была лишь небольшой главой в огромном романе любовных историй актёра. Но эта короткая связь вдохновила её написать толстую книгу воспоминаний. Любая красивая женщина, которая оказывается на горизонте, тут же становится объектом его внимания. Александр в потрясающей физической форме. Он гениальный любовник. Глупо было бы на моём месте бить себя в грудь, что я у него единственная неповторимая на всю оставшуюся жизнь. В погоне за воспоминаниями Лариса отправляется к дому на проспекте Мира. Здесь она несколько лет прожила с Абдуловым. Вот этот дом, улица Генеровского, дом 4, на одном из этажей, квартира Саши. Сейчас доступа в эту квартиру у Ларисы нет. Здесь живёт вдова Александра Юлия и его дочь Женя. Воспоминания любовницы Абдулова прерывает неожиданная встреча. Вот супруга Саши приехала, вдова. Вдовая Александра Абдулова Юлия после его смерти не общается с журналистами. Она никого не пускает в свою личную жизнь. Присутствию нашей съёмочной группы она тоже не рада. Ну и что случилось? Вот попросили меня рассказать. Да. А чего здесь, Лариса? Что ты у себя дома не снимаешь? Лариса, так понимаю, рассказывает что-то про Александра Гавриловича. То есть, Лариса, расскажешь о своей территории про Александра Гавриловича. Почему нужно у меня в доме рассказывать Ларисе про Александра Гавриловича? Ну, здесь жил Александр Гаврилович в том числе в тот период, когда... Ну, хорошо. Вы же не все из вас сюда привозите, чтобы здесь интервью давали? Лариса пытается оправдывать поведение вдовы. Представляете, приходит девушка и говорит, я жила с вашим мужем, я сейчас расскажу, как это было. Било бы на месте. При жизни Александра Гаврилова возле этого подъезда ночевали поклонницы. Фанатки из других городов месяцами копили деньги на билет до Москвы, чтобы попасть на его спектакль, и дрались за место у служебного входа ради автографа. Некоторые были готовы на отчаянные поступки. Когда кислотой в лицо плеснули, понимаешь? Когда такие страсти, какая-то отвергнутая девушка, за ним ходила, ходила, везде, так сказать, там, высматривала его, следила за ним, все. И он просто на какую-то там долю секунды увернулся. То есть это все полетело. Слава народного любимца и секс-символа могла стоить ему жизни. Ведь встретиться с Абдуловым хотели не только поклонницы, но и их ревнивые мужья. Каждая жена говорила, вот если бы у меня был такой муж, как Абдулов, то я бы и жила по-другому. И все, он приревновал, приехал с топором его убивать. Журналисты тоже караулили каждый шаг знаменитости. Александр Абдулов не раз становился героем скандальных статей. Казалось бы, ему уже привычному не стоило обращать внимание на провокации. Тем не менее, когда в 2006 вышло очередное признание якобы тайной жены Натальи Маляровой, Александр возмутился. Я не мог встречаться с такой страшной бабой. И судиться не хочется, понимаете? Все такая мерзость и пошлость. Это грязь, пошлость и вранье сплошное. В статье утверждалось, что Абдулов прожил с Маляровой 10 лет. Актер все-таки подал в суд на издание и потребовал возмещения морального ущерба. 30 миллионов рублей. Но ведь слухи рождались не на пустом месте. Если ему нравится женщина, он будет обладать ею. Какой бы ценой это ни измерялось. Александр Абдулов мог каждый вечер уходить из театра с новой спутницей. Совершенно верно, без всяких сомнений. Вот у него такого рода взаимоотношения были с женщинами. Они были экскурсионными. Огонек туриста у него иногда зажигался в глазах. И я понимал, что начался очередной экскурсионный тур. Знаменитые актрисы, балерины, журналистки. Его послужной список впечатляет разнообразием. В поклонницы Абдулову записывали даже Анастасию Волочкову. Он умел завоевывать так, что и самые чопорные не могли устоять перед его знаменитым обаянием. Ну хотите, я поцелую вас. Счастливятся те женщины, которые с ним были. Наверное, он был трудный. Ну наверняка он был большой любитель женского пола, понимаете. Но женщины обожали его, понимаете. Обожали. И каждая женщина Абдулова была уверена. Именно она муза великого актера. Хотя бы на одну ночь. Здесь, где должны быть дамы. Я инстинкт там чувствую. Какие бы страсти не разыгрывались за кулисами, официально для миллионов жителей СССР самой главной любовью Абдулова несколько десятилетий оставалась Ирина Алфенова. Этот союз казался нерушимым. Еще бы. Наш ответ голливудским звездам. Их фотографии вешали, как иконы на стенах в доме. Их принимали только как вдвоем всегда, понимаете. И когда у них был, если помните, великолепный номер, они в цирке пели на лошадях. Это была действительно сказка любви. Сказка красивой пары. Абдулов и Алферова были визитной карточкой Ленкома. Главные роли в знаковых спектаклях, афиши по всей Москве. Но находились те, кто считал, что эта звездная пара – лишь очередной гениальный проект руководителя Ленкома Марка Захарова. Поговаривали, что режиссер придумал и поставил этот роман не просто так. Тысячи людей приходили в театр посмотреть на настоящую любовь. Она красивая женщина, это понятно. Он звезду наш, тоже понятно. Почему бы и нет? И наверняка это было какое-то романтическое, тоже были отношения. Но я их не наблюдала. И мы не видели, когда он сходит с ума там или теряет голову. Я видела, как смотрит какой-то мужчина на женщину и понимала. Но я не видела такого взгляда у Саши, честно вам скажу. Но возможно ли несколько лет убедительно играть одну и ту же пьесу? И если Алферова не была главной женщиной его жизни, то кому Абдулов отвел эту роль? Все друзья Александра Абдулова были уверены, именно эта яркая блондинка станет его женой. Абдулов и знаменитая танцовщица познакомились в 1975 году на вечеринке у общих друзей. Он играл для нее на гитаре, и в тот же вечер они уехали вместе. Я просто это увидел, что Сашка в стойку в такое встал. Он всегда это видно было невооруженным глазом. И естественно, так сказать, начались какие-то отношения. Татьяна Лейбель писала в своих воспоминаниях. Он мог прилететь для того, чтобы привезти мне какое-то огромное яблоко. То арбузы дарил, цветы полевые. Было здорово. Влюбленные заселились в крохотную комнату театрального общежития. Абдулов на полном серьезе представлял всем Татьяну как свою жену. И пытался ради нее создать хоть какое-то подобие домашнего уюта. Поверх осыпающейся со стен штукатурки он каким-то чудом приклеил голубые обои в цветочек. Все, как любила его Таня. Ну, а они оба огневые. Вы что? И потанцевать, и похулиганить, и поржать, и рассказать анекдот. Да вы что? Она огневая женщина. Она просто огонь. И она зажигала, и он балдел, как говорится, глаза у него открывались. И когда он общеный видел, он просто преображался. Но почему эти чувства вдруг исчерпали себя? Татьяна Лебель признавалась. Она совершила роковую ошибку. Но какую? И почему Александр Абдулов предпочел ей другую женщину? Сначала муж ты найди. Найду. Не беспокойся. Если я вижу, что девушка милая, я прям так об этом и говорю. О любовных похождениях Александра Абдулова ходят самые невероятные слухи. Если актер замечал какую-то женщину, то ничто не могло остановить его. Он с невероятной энергией добивался и побеждал, а потом бросал очередную любовницу. И страсти человеческие, которые уже ими управлять человек иногда не может. И битва самок, битва самцов. Это животный мир. А тебе говорю, театр. Боже мой. Когда все перемешивается. И роли, и образы, и страсти, и чувства. Но иногда Романа Абдулова были по-настоящему опасны. Еще в начале 70-х актер попал под пристальное внимание КГБ. А все из-за любовницы. Американской журналистки Карен Андерсон. Этими отношениями Александр гордился. Еще бы. Женщина фантастического обаяния. Но был и еще один плюс. Карен зарабатывала немыслимые по советским меркам деньги. По тем временам ей было лет 26, наверное. Она была вице-президентом через Манхэттенбэнк. Представителем в России. Да, это было серьезно. Да, и такая маленькая хрупкая девочка. Но этот роман с юной бизнес-леди дорого обошелся самому Абдулову. Его вызвали на Лубянку. О том, что там происходило, актер не рассказывал никому. Однако вскоре ему закрыли выезд за границу. Причем не только в капиталистические страны. Абдулов многие годы не мог выехать на гастроли или на отдых, даже во вполне дружественную Болгарию. Карен же, наоборот, выслали из СССР. По подозрению в шпионаже в пользу ЦЕРУ. Александр скоро нашел утешение в объятиях танцовщицы Татьяны Лейбель. У нас с Сашей была потрясающая любовь. Такая любовь, что вся Москва завидовала и сходила с ума. Такие сумасшедшие были отношения. Они прожили вместе несколько лет. Друзья были уверены, Саша скоро поведет любовницу под венец, но актер менять свой образ жизни не собирался. Мне однажды позвонил, это было что-то часов в пять утра, и он говорит, слушай, я тут загулял. Он говорит, не возвращаться домой. Ты единственная, кому она поверит. Он говорит, тебе. Мы приехали, я постучал в дверь. Татьяна открыл, говорит, ну... Я говорю, Данилечка, это все из-за меня, прости ради бога. В тот день она хотела обрадовать любимого. Врач сообщил, что у Татьяны будет ребенок. Все складывалось именно так, как они мечтали с Сашей. Ведь они не раз говорили об этом. Но внезапно выяснилось, что Абдулов вовсе не горел желанием так рано становиться отцом. Я тебя вообще не любил. И ничего такого тебе не говорил. Повстречались и хватит. Позже Татьяна скажет, что в тот момент в отчаянии совершила ошибку, о которой потом жалела всю жизнь. Там это было театральное училище. Он с кем-то там как-то чего-то. Она выпала по этому поводу в осадок, насколько нам известно. Она делает аборт из-за того, что он изменил ей. А вскоре Татьяна узнала, что в жизни Александра появилась другая женщина. Она сразу поняла. Это непростое увлечение. Он, в принципе, увлекался многими женщинами. Любил? Не знаю. Но увлекался, да. Ну, а потом случилась ситуация, когда я поняла, что мне надо его оставить. Уйти. Так будет правильно. У этой ситуации были имя и фамилия. Ирина Алферова. В эту сказку поверила вся страна. Начиналось все действительно красиво. В 1976 году, когда Ирина пришла в театр, на его сцене уже блистали сбруев, Янковский и Абдулов. Все трое пользовались бешеным успехом у женщин. Я спускаюсь по лестнице. И навстречу идет такой большой-большой мальчик. Без рыжий, такой некрасивый. И он подошел ко мне, стал что-то там такое говорить, что-то такое ментешить вокруг меня. Вот. И в это время спускается в Альяжный, Янковский. Такой весь умный, с трубкой. Подошел, посмотрел на Сашу. Не меня. Саша сказал, что жена твоя. Но у Ирины уже был муж. Болгарский бизнесмен Бойко Гюров. Абдулова это ничуть не смутило. Так же, как и тот факт, что в семье Алферова и Гюрова уже подрастала маленькая дочь. Чихать я хотел на все препятствия. Его поразила просто Иркина красота. По тем временам это правда. И так она и осталась до сегодняшних времен. Ну вот это у него был столбняк. В тот день они прогуливались по парку. И Александр уже в который раз попросил Ирину выйти за него замуж. Актриса в шутку ответила. Выйду, если донесешь меня на руках через весь парк до театра. Он меня схватил. И вообще ему нельзя ничего говорить. Мне что-то скажут, что он обязательно это сделает. Вот. И понес на руках меня через весь парк. Ну вот, пришлось согласиться. Свадьбу сыграли не задерживаясь. Вскоре Александр удочерил Ксению, ребенка Ирины Алферовой. Казалось, Абдулов наконец обрел то, чего так не хватало в его беспорядочной жизни. Постоянство, уют, семью. Он всегда говорил и друзьям своим, и близким, что у меня есть только одна законная жена. Это Ирина Алферова. Больше никого рядом не будет. Саша не лукавил. Он любил всех. И приемную дочь, и жену, но еще компанию друзей. Они для него тоже словно были частью семьи. Ну вот это очень большое наше такое вот расхождение. Как друзья говорят, не сошлись характерами. Вот тут мы точно не сошлись. Их красивая сказка обрастала бытом. Разные по характеру актеры и на жизнь смотрели по-разному. В своем доме Ирине был нужен только любимый муж и дочь. Ирина была человеком закрытым, что она не принимала его друзей. То есть, когда кто-то собирался, она так собирался у него, то она куда-то уходила. Я что, гулял, что ли? Я на работе тоже был. Абдулов был готов помогать всем без разбора. Доходило до курьезных ситуаций, когда в день зарплаты Саша приходил домой с пустыми карманами. Все деньги раздал по дороге друзьям. Она его ревновала к друзьям, она понять не могла. Ну как это ночью? Звонит Ермольник, понимаешь, Саша там срывается и бежит куда-то. Ну как это так? Для него это было нормально. Это было необходимо, это было, понимаешь, шло из его, так сказать, ну внутренней какой-то сущности. Возможно, Ирина и Александр нашли бы выход. Ведь в конце концов Абдулов перестал приводить домой шумные компании. Все посиделки перенеслись в знаменитый ресторан дома литераторов. Но отношения стали только хуже. Чем чаще муж отлучался из дома, тем больше Ирину одолевали сомнения. И дело было совсем не в друзьях. Это все обрастало еще какими-то фантазиями. Ведь многие женщины, ни одна не могла пройти мимо Саша. Каждая слушала его, открыв глаза, и готова была на все, что бы он не предложил. Аутюрова признавалась, она ни разу не поймала Абдулова на измене. Он очень умело скрывал свои романы. Но когда вокруг все только и говорили о тайных связях ее мужа, терпеть такое невозможно. Вспомни девушку Олю, с которой он вышел из ресторана ВТО. Поехала, они провели чудную ночь. Потом они укатили на один день в Ленинград, а потом вернулись и расстались. Но всегда забыв друг о друге. Абдулов ни одной юбки мимо себя не пропускал. На съемках увлекся партнершей, литовской актрисой Грожиной Байкштиты. При этом Грожина была замужем. Но ведь Александр умел так красиво ухаживать. Когда он бывал в Москве, он иногда заказывал мне для меня птичье молоко. Торт. Ресторан «Прага». И специально он туда ходил. Сколько надо было все-таки сделать шагов. Заказать. Потом приехать, забрать это все. Везти в аэропорт. Лететь из Москвы в Ригу. В Риге встречают. Из Риги машина привозит в Сигуду. Английский завтрак с птичьим молоком. Ну, это, конечно, приятно. Это нам. Но последней каплей для Алферовой стала книга Дарьи Асламовой записки дряной девчонки. Журналистка в подробностях рассказала о своих встречах с известным актером. В тот вечер, не смущаясь присутствия большой компании, Абдулов умело ласкал под столом мои колени. Дальнейшее помню смутно. Очнулась я в час ночи. В комнату вошел Абдулов. И я подчинилась его опытным рукам и деликатным губам. Алферова не могла понять этой связи. Ведь Асламова скандально известна своими сексуальными похождениями, которые она потом в подробностях описывала публично. Выкладывала откровенные фото. И это на нее обратил внимание Абдулов. После таких разоблачений развод был неминуем. Звездная пара разошлась без скандалов. Никто и не догадывался, что Абдулов и Алферова решили расстаться. Даже мама актера узнала о произошедшем не сразу. И сказали ведь, мне не сказали, ни она, ни он. Я сколько ни спрашивала. Мам, тебе не надо, не надо, мама. Все. Это эксклюзивные кадры мамы Александра Абдулова Людмилы Александровны. Ее последнее интервью. Эта женщина пережила мужа и трех своих сыновей. Володю, Роберта и Сашу. Не хватает мальчишек. Вот троих похоронила всех. Вот Робика последнего, старший сын. Прямо ужас какой-то. А я живу. Зачем вот? Зачем мать живет, когда детей нет? В 2017-м Людмиле Александровне исполнилось 96 лет. Женщина жила только воспоминаниями. Она могла часами сидеть, рассматривая фото ее сыновей и мужа. Близким она задавала лишь один вопрос. Когда вернутся мои мальчишки? Очень Сашу не хватает. Мне всех не хватает ребят. На уши Роби и этого Сашу. Везде с ним. И на футбол. Как вспоминает Людмила Александровна, Сашу она рожать не хотела. Очередной мальчик казался обузой. Но потом полюбила больше всех детей. Он обожал свою мать, обожал, прекрасно к ней относился. Он был замечательным сыном. Он по существу обеспечивал во многом. Людмила Александровна переживала каждую новую любовную неудачу сына. Она все ждала, что неугомонный Саша остепенится. А он в очередной раз уходил от своей женщины. Квартиру отдал, машину Ире отдал Алферовой. Все, только чемоданчик и все. И ушел. Развод с Алферовой Абдулов перенес тяжело. Мать вспоминала, что Саша еще долгое время мерил своих новых невест по бывшей жене. И неизменно приходил к выводу. Он говорит, такое, как Ира, я пока не встречу. Друг, заклинаю. От шампанского. От шампанского не стоит. Тогда коньяков. После разрыва Сауферовой Абдулов ударился во все тяжкие. Он словно старался забыть Ирину. Все больше времени проводил в кабаках, пил и все чаще заглядывал в казино. Вышел из театра, вышел из ресторана. Куда пойти? В казино. А потом уже просто, да пойдем в казино заодно и покушаем. Примерно тогда играл сильно. Проигрывал, естественно. К сожалению, достаточно, да. Публикация картами Александр начал, когда его зачислили в труп у Ленкома. Часто на гастролях его партнером была Татьяна Ивановна Пельцер, которую он очень любил. Великая актриса могла резаться в преферанс ночами напролет. Поздравляю! Добро пожаловать! Платите в пеню! Когда в Москве валом начали открываться казино, артист стал их постоянным клиентом. Он стал просто, простите, наркоманом этих игровых дел. Наркоман. И почему этот сломан в нем осуществился? Потому что поиски, неудовлетворенность, которая в нем была. Ты играешь в театре, ты там вообще, бог знает что. А где продолжение рода-то? Где? Где самая главная функция, которую ты должен выполнить? И вот это его приводило к этим стремительным романам. Между съемками выдалась пауза. И Александр вместе с друзьями отправился в круиз на теплоходе Федор Шаляпин. Там он сразу заметил юную красавицу с царственной осанкой. Балерину Галину Лобанову. Многие друзья Абдулова считали, что этот роман будет лишь курортным. Однако на берег пара спустилась, крепко держась за руки. Галя, вот насколько я помню, она нигде никогда не мелькала, она не бегала никуда, не пиарилась. Она просто его любила. Она ему давала покой, иначе Ване столько лет не прожили. Галина появилась в жизни Абдулова в тяжелый период. Актер уже страдал от тромбофлейбита. Первый красавец страны вечерами снимал с ног бинты, пропитанные кровью. Его мучили боли, от которых не помогали лекарства. Александр стал раздражительным. Беспрерывно курил и к тому же с головой окунулся в новую страсть. Казино. За ночь он мог спустить около 20 тысяч долларов. Мы с ним были в Бангкоке, по-моему, где мы пришли вместе в казино. И как он кричал, не подходите, эти автоматы все мои! Это я играю! Тут я вот увидела его в совершенно уже ненормальном состоянии человека, да? И мы отошли, у нас только осталось там 3 или 4 автомата, на которых мы уже. Остальное играл он, только он, понимаете? И это было страшно. Тут я поняла, что это действительно уже завоевывает человека, понимаете? Друзья считали, что именно Галя пристрастила Александра к казино. И именно этой страстью пыталась удержать рядом с собой. Она чувствовала, что Абдулов все еще не забыл Ирину Алферову. Придежина! А не сошлись характерами. И все вот эти все годы, я думаю, Абдулов все ждал и верил, понимаешь, что он сможет ее вернуть. Он, ну, всячески, множество всяких ходов, да, там, как говорится, придумывал, чтобы это сделать. Александр настолько запутался в своих женщинах, друзьях и увлечениях, что даже стал пропускать репетиции в театре. О том периоде режиссер Ленкома Марк Захаров вспоминал в своих дневниках. Он часто опаздывал на репетиции и все время меня обманывал. Со слезами рассказывал, как просидел всю ночь у постели любимой девушки. Первый раз после его рассказа мы оба заплакали. Во второй раз заплакал я один. А на третий раз я посоветовал ему придумать что-то новенькое. Галина предлагала Абдулову оформить брак и переехать в Америку. Думала, что там его вылечат. Он забудет о депрессии и о рулетке. Но Александр не готов был начать жизнь с нуля. Их роман продолжался в 8 лет. Однажды Абдулов отправился с трупой на гастроли и домой к Галине уже не вернулся. Теперь ты свободная женщина, я свободный мужчина. Гуляй, все! Галине он квартиру отдал. Она, говорит, помогла очень строить дачу. Она, говорит, очень много помогала мне. Абдулов широким жестом отблагодарил бывшую женщину за годы, проведенные с ним. Это Галина память. А сам снова остался без дома. Но снова не один. Как окончается спектакль, он уходит с другой. Я думаю, боже мой, где он ее взял? Какая это поклонница? Давайте уточним, имеешь любовницу на здоровье. Сейчас все имеют любовницу. Но одна из поклонниц Абдулова сумела задержаться с ним на несколько лет. Позже она напишет книгу воспоминаний, где расскажет многие секреты великого артиста. Я встретила худое создание в старом вытянутом свитере, с плакоченными волосами, небритая, с больной воспаленной кожей и яркие молодые глаза на безумно уставшем лице. Ушел светло. Жизнь прожила светло. Вспоминаем мы его светло всегда. В жизни бывшей модели Ларисы Штейнман было много красивых романов. Среди женихов был даже замминистра здравоохранения Франции Филипп Артман. Это от него она сбежала практически из-под венца к Абдулову. Конечно, когда он ее увидел, просто ее эти бесконечные ноги, он потерял голову, потому что он очень любил красивых женщин. Лариса была начинающей журналисткой. И интервью с Абдуловым было ее первым редакционным заданием. Александру почти 50, ей на 20 лет меньше. Актер был уверен в своей неотразимости и любил подшучивать над дамами. Но с Ларисой дежурный розыгрыш не прошел. На вопрос, ну что, поцелуемся ли я пойду за сигаретами, Лариса ответила, а что, и поцелую. Я твой Иванушка, понимаешь, и ты должна меня поцеловать. В машине первый раз поцеловались. Вот это я помню. Я помню, потому что между нами была еще коробка передач. Она так мешает, знаете, так налево так еще так закидываешься. Так, переламываешь себя в пояснице. Ну, в общем, был поцеловались, потом поехали к нему. Я осталась с него ночевать. Утром Александр вручил ей 200 долларов. На недоуменный взгляд ответил, у меня завтра вылет на съемки в Баку. Прилетай. И она прилетела. Мне почему-то втемяшилось в голову, что я встретила мужчину своей мечты. Гениален, непредсказуем, известен на всю страну. Но самое главное, то, что он делал со мной в постели. Это было за гранью добра и зла. Он был гениальным мужчиной. Однажды они смотрели вместе фильм, который сделал его суперзвездой. Обыкновенное чудо. Ну что, сильно я изменился? Спросил Абдулов. Лариса тогда не сказала ему всей правды. В то время у Александра появились первые признаки артрита. Возникли проблемы с сердцем. Лариса буквально силой заставляла любимого мужчину принимать лекарства. Она следила за ним, так, к врачам. Все уговаривала к врачам сходить. Она хорошая женщина. И это при том, что Абдулов продолжал работать без отдыха. А потом ночами развлекаться в компаниях друзей. На легендарное совершенно место все, кто его обожал, все время собирались здесь. Столы на 40 человек. Обязательно заказывалась фуагра. И пиршество до утра, до рассвета, всю ночь. Лариса вытаскивала Абдулова из ресторанов. Ругалась с его друзьями. Привозила домой, приводила в чувства. Он противился контролю, скандалил и словно на зло пропадал в казино. Эта страсть давно стала главной в его жизни. И вот тут он уже стал бледнеть, как-то худеть. Как-то, может быть, я даже не знаю, кто-то говорит, я видел сейчас его в Ленинграде, в ленинградской гостинице он играет. Кто-то видел его там, там, там. Как-то он стал, как будто он в туман куда-то стал уходить. Спустя два года этих тяжких отношений актер использовал свой любимый прием. Уехал на гастроли, оставив Ларисе деньги на билет до Санкт-Петербурга. Сегодня моя девушка, завтра извините. Все, Ларисы нет. А ее претензии, это ее претензии. Он говорит, я ей ничего не обещал. Она хотела жить, со мной жила. Хотела быть там, со мной была. Не захотела, я сказала, до свидания, и все. Он вольный ветер. Поймать этот ветер казалось невозможным. Лариса не смогла остановить тягу Абдулова к саморазрушению. Ему нужна была совсем другая женщина. Но такую Александр встретил слишком поздно. Актеру оставалось жить чуть более двух лет. В последнее время жутко свинячит. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами. В 2005 году на экраны вышел долгожданный фильм Владимира Бортко «Мастера Маргарита». Режиссер снимал его несколько лет. Съемки не ладились. Одну из главных ролей, черта Коровьева, сыграл Александр Авдомов. Близкие отговаривали его от участия в съемках. Утверждали, фильм несет проклятие. Эй, не бойтесь, королева, не бойтесь. На премьере фильма Александр Абдулов поразил поклонников и журналистов своим внешним видом. Ему едва за 50, а он выглядит как изможденный старик. Актер сильно сдал, похудел. Я ему говорила, говорю, Саша, надо пойти к врачу, надо там, какой-то вот озноб у него, вот он сидит, у него какой-то озноб. Вы понимаете, после ночи в казино пойдет два часа поспит, потом он тут же на съемочную площадку, забывая там поесть, попить, да? Ходили слухи, что Абдулов проиграл все свое состояние и отчаянно нуждался в деньгах. А там, где играют, там все время и выпивка стоит. Потом по ночам посиди-ка там, поиграя, покури без конца. И потом в этих безумных оргиях сознания поучаствуй. Это какое разрушение идет? Не то, что он остался, что встретился июль. То есть оно его подхватило просто на моменте падения. То есть он уже в пике пошел. Именно в таком состоянии Абдулов встретил женщину, которая стала его последним счастьем. А я всегда верил, что найду тебя. Они познакомились на Камчатке. Компания Абдулова прилетела туда на рыбалку, а Юля в командировку. В тот момент она собиралась разводиться с первым мужем-бизнесменом. И эта встреча на краю земли решила все. Юля с головой ушла в новые отношения. Это была любовь с первого взгляда. И свои отношения они очень долго скрывали. Там около двух лет, наверное. Сложно сказать, почему выбрал именно ее. Ну, наверное, потому что он любил красивых женщин. А тут плюс ко всему такая была еще женщина с сильным характером. Свой характер Юля проявила еще в самом начале отношений. Ее родители были против этого брака. Абдулов старше на 20 лет. К тому же явно не в лучшей форме. Все замечали, насколько плохо выглядит актер рядом с красавицей-невестой. И когда появилась Юля, это для нас было просто, ну, как бы сказать, событие. Понимаете? И мы увидели в Доме литераторов его вдруг с Юлей. Его уставшего, какой-то бледного. И Юля, красавица молодая. Ну, это было какой-то... И он даже шел мимо нас. И он даже нас не замечал, что он весь растворенный был. Он весь был в любви. Десять лет после развода с Алферовой Александра не думала о новом браке. А тут сам сделал Юле предложение. В марте 2007-го в 53 года случилось самое главное событие в жизни Абдулова. Он стал отцом. Саша мне сказал, мама, у нас будет ребенок. Я говорю, очень хорошо. Он говорит, конечно. Он говорит, хочется в окно посмотреть, как ты за ручку поведешь и будешь водить эту дочку мою. У него только в конце жизни появилась семья, появилась дочь, которую он безумно и бесконечно любил. И в любую секунду он свободную. Он из гримерки звонил и... Ой, мы покакали! Кричал он на всю гримерку. Мы покакали! Всем казалось, что Александр будто ожил. Он начал хорошо одеваться, забросил казино. Абдулов снова появлялся на обложках модных журналов. Снимался сразу в трех фильмах и работал над собственным проектом. Вот только актер продолжал стремительно терять вес. Его мучили застарелые болезни. И от всех Александр скрывал страшную правду. Ему поставили смертельный диагноз. Я вот не знаю, он же собирался снимать картину там все. И его просили, и многие просили. Его говорил Олег Янковский, разве можно так себя сжигать? Насколько тебя хватит? Саш, насколько ты? Насколько тебя хватит? Рак легких в запущенной форме. Врачи сказали, надейтесь на чудо. И Александр Абдулов верил, он родился под счастливой звездой. Ведь актер много раз обманывал смерть. На него нападали с топором. На съемках обрывались страховочные тросы. Он выжил после страшной аварии и не попал на самолет, который разбился после взлета. В Фергане, говорит, один раз ко мне подошла цыганка. Она говорит, у тебя есть 12 ангелов-хранителей. И они тебя будут охранять. Поэтому вот сколько в твоей жизни будет случаев, что ты избегаешь смерть, несчастья большие. Вот считай, вот эти вот ангелы тебя охраняют. Но болезнь не отступала. Абдулова преследовали жуткие боли, от которых он мог потерять сознание в любой момент. И во время лечения, и после терапии Юля не отходила от любимого ни на шаг. Вы знаете, она на самом деле была с ним и днем, и ночью. Вот рядом, и в больнице была рядом. Кровать стояла, где она иногда урывками спала. 13 декабря 2007 года все поклонники были шокированы вот этими кадрами. Президент Владимир Путин вручал орден за заслуги перед Отечеством Александру Абдулову. Вот только актер уже больше был похож на собственную тень. Спустя две недели, 31 декабря 2007 года, Александр Абдулов приехал домой из больницы. Поздравить маму, жену и дочку с Новым годом и попрощаться. Уже видно, ему надо лекарства принимать, ему плохо. И он, мам, я все в окно смотрю, сейчас машина придет, сейчас я сейчас должен уехать. Меня на два часа отпустили. Я принесла няня девочку, он так ее целует. Я сижу и при себя думаю, это последний поцелуй. Я почему-то думала, что это все последнее. Все нормально, старик. Все путем. Секс-символ советского кино. Народный артист и великий романтик эпохи. Перед смертью он несколько раз повторил «Простите меня». Кому обращался гениальный актер? К Ирине Алферовой, с которой не развелся даже после разрыва? К поклонникам, от которых уходил так рано? Или к последней жене Юлии, которая подарила ему позднее счастье и своей десятимесячной дочери, первые шаги которой он так и не увидел? Субтитры создавал DimaTorzok